Переходим к докладу, используем язык Python для научных исследований. Будем говорить в основном про то, что сегодня вы говорили уже. Еще раз хотел бы сказать, что говорилось вначале про язык гаоскрипт. И несмотря на то, что он, скорее всего, завоевывает, все больше и больше завоевывает мир, наверное, во многом все остается с Python благодаря тому, как выглядит на нем код. Давайте поговорим. Во-первых, кто использует Python, для тех, кто не в курсе, их используют такие компании, как Яндекс, Google, NASA, CERN, фирма Apple, Dropbox. Кстати, Dropbox года полтора назад переманил создателя языка из Google. То есть он теперь работает в Dropbox. О чем мы не будем говорить сегодня в рамках этого? Мы не будем говорить о такой системе, например, как FreeCAD, довольно интересный и развивающийся проект, в котором модули и вообще зачастую создание модели возможно с помощью языка Python. То есть это CAD-система для анализа, построенная на библиотеке Open, CASCAD, библиотек программное обеспечение CERN для проведения физического... для обеспечения моделирования, компьютерного моделирования различных процессов. Кстати, Максим Корнилов, я говорил, что стоит прийти на его защиту диссертации, вот у него есть связь вот этого CERN с рядом других тоже открытых программных продуктов, которые позволяют решать уникальные задачи, стоимость аналогов, которые ошкаливают за несколько тысяч километров. Узнайте, когда у него будет защита, она будет где-то в течение нескольких месяцев, то я прийти посмотрю. Мы не будем также говорить о разработке интерфейсов графических, ЦЛТК, ДТК, ГИКИ, для создания такого рода графических интерфейсов в системе. Мы не будем говорить про OpenCV, который позволяет создавать и исследовать системы компьютерного зрения. Ну, про Ардуино нам волей или не волей пришлось поговорить, хотя мы с ним связываемся зачастую тоже с использованием бетона. Олег Энекстен тоже. Буква Т пропала. Вот о чем мы будем говорить. Матлет. Сюрприз. Дело в том, что в рамках научных исследований стандартом, на который равняются очень многие, является вот эта вот программа. Это программный комплекс MATLAB, матричная лаборатория, который позволяет производить техматическое моделирование, является разработкой комбайном и стоит достаточно большой денег. Да, есть действительно бесплатная альтернатива, октава, которая делает то же самое, что и базовый MATLAB. Синтаксис у них на уровне скриптов практически полностью идентичен, но нет каких-то блоков расширений, которые есть в MATLAB. Но, в принципе, поскольку большинство расширений MATLAB написано на самом MATLAB, нет большой... Сложность есть в математике. Технически сложно взять эти блоки и переписать их на октаву. Такая сложность не должна возникнуть, за исключением лицензионных. Есть MATLAB, который тоже старается быть похожим на MATLAB, хотя бы тем, что у него есть аналог Симулинка, который любят многие из научных работников. Правда, он по уровню, в дальнейшем опыте он послабже, чем, например, октава или MATLAB, сильно послабже, чем MATLAB, ничего. И синтаксис у них чуть-чуть различается на уровне скриптов. Если по каким-то причинам недоступно ни одно из предыдущих решений, а приходится использовать Python для проведения каких-то исследований, то есть, например, у вас там происходит анализ данных сразу налетит. То есть сам по себе Python обрабатывает данные. Не хотелось бы делать связку, то есть данные вы получили с помощью Python, а потом куда-то их пересылать. Ну, не очень интересно, хотелось бы там или их обработать, или по каким-то другим причинам они вот эти недоступны. Есть отдельный продукт, который называется SCARP, с scientific Python, наук питона для научных исследований, который, в принципе, приближает его по функционалу к MATLAB или Octave. То есть в нем тоже присутствует интерактивная консоль для разработки, очень схожая с MATLAB. Есть система для построения графиков, но сейчас мы поговорим, почему MATLAB, хотя бы для базовых, для очень простой вещи на самом деле, и почему, как это сделать в Python. То есть за что любит MATLAB, так это вот за такие вещи. Здесь, правда, реализовано все в Octave, но тем не менее в MATLAB то же самое. Например, нам необходимо построить очень простой график. Взять функцию и построить ее график на интервале от минус десяти до десяти с шагом . В MATLAB или Octave это записывается следующим образом. То есть мы выполняем операцию векторизации цикла, то есть мы не пишем QUART и так далее. Мы сразу с этой записью создаем массив, после чего говорим X точка выведения степени 2, X в квадрате. Точка нужна для того, чтобы MATLAB и Octave возводили по элементам. То есть они взяли первый элемент в квадрат, второй элемент в квадрат и так далее. Потому что многие из тех, кто знает линейную алгебру, знают, что если просто взять два массива, например, и их перемножить, то получится не так, что они по элементам. По правилам получается не... Размерность нового массива будет другой. То есть здесь следует вспомнить. И по умолчанию, если не произвести операцию по элементам умножения, возведения в степень, отделение, то вы получите не то, наверное, что ожидали. После чего вызываем plot xy, grid all. Показать сетку и отобразить на экране, показать сетку. Все просто. Давайте посмотрим, как это можно попытаться сделать в Python. Можно воспользоваться функцией range. Создать цикл для каждого x в диапазоне от минус десяти до десяти. Правда, возьмет он шагом один. Возвести y в квадрате. y равное x в квадрате. Вывести xy. Да, табличку значения мы получим. Но единственное, у нас не получится... во-первых, шаг будет другой. Последний параметр является шагом. То есть мы можем сказать for x in range минус десять, десять два. С шагом двойка. Вывести то же самое, у нас получится минус десять, минус восемь и так далее. Ну, логичным... Мы уже практически близко к нашему решению. x в диапазоне минус десять, десять, ноль пять. То же самое. Нет, нельзя так сделать. Дело в том, что на функцию range написано четко, что вы можете использовать только целые значения в рамках этого цифра. Хорошо? Нет? В форме всегда есть y. Соответственно, мы реализуем с помощью вот такого вот участка кода. x равняется минус десять, пока x меньше десяти, ну и понятно, да? Возводим степень, x инкрементируем, все здорово, замечательно. Задачу мы, в общем-то, почти решили. Но у нас есть одна проблема. А где графики? Ну, кому они нужны, собственно говоря? Есть всегда концом. То есть почитайте те, кому надо, да? И вот здесь на помощь нам приходит библиотека, про которую сегодня, опять же, уже упоминали. Так, библиотека, которая называется NumPy. Как уже было сказано, да? Действительно, ее часть написана на C. Большая ее часть, если я не ошибаюсь, она написана в NASA и используется ими для своих насчетов. Есть даже отчет NASA, о котором я уже не один раз говорил, который говорит о том, что если им нужно что-то посчитать, они берут петон. Если им нужно что-то посчитать быстро, то берется C. Если нужно посчитать что-то совсем сильно быстро, то тогда Assembler. Есть такой отчет, да? Как та же самая операция будет выглядеть в питоне с использованием библиотеки NumPy? Да, она достаточно большая, подгружается достаточно долго, и действительно работает, может быть, местами не так быстро, как хотелось бы, но все равно во многих случаях она будет работать быстрее, чем ваша собственная реализация. То есть на языке Python аналогичных вещей. Импортируем библиотеку, вызываем у нее функцию range, который мы передаем параметры от минус 10 до 10 шагов 0,5. После чего y равняется x возвести в квадрат. В результате мы получаем, в x у нас будет храниться один массив, он здесь не показан, здесь, очевидно, показан новый объект NumPy, который называется ray, массив, в котором показано значение для y. вы можете легко проверить, хотя бы первые значения, минус 10 в квадрате 100. Но вопрос с графиками у нас пока еще не решен. Посмотреть-то хотелось бы все-таки графики. И здесь выступает следующая библиотека matplotlib, и я до этого говорил про систему skype, она в себя интегрирует вот эти два основных модуля. Она помимо этого еще интегрирует порядка пяти или семи различных библиотек дополнительных, то есть с дополнениями, если вам нужен scientific python, вы берете деньги. Но вы всегда можете свой Python, который у вас просто установлен, установить те же самые модули, получить scientific python. matplotlib это библиотека, которая позволяет строить графики так же просто, как это делается в MATLAB. По синтаксису он очень сильно создавался по влиянию синтаксиса MATLAB. Это примеры того, что можно строить. А это, собственно говоря, код, который позволяет нам построить этот график. То есть мы им говорим, что import p-lab, это библиотека, которая хранится в библиотеке matplotlib, p-lab plot xy, p-lab grid, p-lab shop. При этом возможны варианты указания параметров построения графика. Цвет, указания точек. Причем синтаксис полностью совместим с синтаксисом MATLAB. Строчек чуть-чуть получается побольше, но тем не менее его можно использовать. Помимо всего базовой части, нам p обладает библиотеками пункт наборами методов, которые позволяют решать систему уравнений, решать алгебраические уравнения, решать дифференциальные уравнения, решать дифференциальные уравнения и так далее. Вопросы? Когда шоу вызывается, открывается дополнительное окно? Да. Открывается дополнительное окно, и что? На чем там? Бюджетика, НТК, кути. Сейчас я вспомню. По-моему там бюджетики. БТК, если я не ошибаюсь. Вообще, для отображения непосредственно самих графиков используется библиотека для построения графиков. Она очень известная. Ещё? Какой смысл использовать Питона через октаву? Смысл, как я уже сказал, следующий. Если у вас часть, в какой-то логике уже написано в Питоне, вы обрабатываете чьи-то результаты, то есть используя для этого Питон. Вы, например, производите... Вы лучше найдете Питон, чем остальные языки программирования, да? Вам хочется производить Питоне. Вы, например, строите отдельно стоящую систему, например, с использованием уже показанного примера. Вы разрабатываете систему, которая будет вводить вот такой графический интерфейс, используя библиотеку Qt, GTK и так далее. То есть у вас будет графический интерфейс для вашей системы, она помимо этого будет обрабатывать какие-то научные данные, что-то строить, анализировать и так далее. Так вообще в Питоне есть связь с языком R для постоянных графических анализов и сложных данных. Экспорт в картинку. Есть. Экспорт в картинку есть, причем он делается очень просто. Вот так вот синтексис не напишу, но там что-то save as EMG или что-то вот так вот. Да, да, save файл и указывать просто именно файл. Все очень и очень просто. А скрестить можно C? То есть какие-то вставки C, Python или Python? Можно... Остачи. Стандартный Python. Стандартный Python как раз, то есть он C при C Python, да, он позволяет это сделать. Во-вторых, никто вам не мешает использовать нормальные межпроцессные взаимодействия. У вас часть кода будет написана на C, часть кода будет написана на Python, да. Используете там сокеты, что хотите, да, связывайтесь, передаете у вас обособленные приложения. И все работает. Ну, можно, если хотите, да, делать вставки, чтобы оба направлены. Правда, честно говоря, не приходилось так отделки, но не было бы уходить. В принципе, как только вы данные получили, да, можно заставить... Если в процессе часть данных получили, создали новый поток на их обработку, допустили обработку, предположим, там, вывели что-то, да, данные новые пришли, вы либо этому поток впередили, либо тот убился, ну, то есть, в принципе, реализовать можно. Почему бы не. То есть можно, например, как мы делаем, зачастую подключаемся к Arduino с помощью Python, да, и снимаем с него данные, снимаем с него показания. У нас был курсовой проект, ой, дипломный проект в прошлом году, где ставилось энное количество датчиков температуры, и в режиме реального времени снимаемся показания температуры на датчик. Ну, там, ограничением мы упирались не в скорость, не в скорость обработки, в брожении, а упирались в скорость самих датчиков, они, там, секунду на ответ. То есть, каждый датчик. Температура, ну, поскольку температура в процессе достаточно инверционный, с периодичностью в секунду, это не очень нормально. Сейчас светим слайд. Вот этот. Я ничего не знаю. Это последний вид. Вот последний вид. Вот последний вид. Я просто не снимаю здесь. График выглядит, что код там где-то связан? Да, то есть, если показан полностью, полный код будет выглядеть следующим образом. Вот эти три строки, import numpy, x равняется numpy, range, создаем массив, то есть вычислили y, а потом, после чего вы загрузили библиотеку для построений, и пункт xy вызвали. То есть, вот, ему сюда нужны массивы. Как и любому графику, да, ему нужны массивы. А если греть не вызывает, что? Что? Не будет сетки просто. То есть, как бы, это просто изображение сетки. Здесь ее совсем не видно. То есть, как бы, если синейки смотрятся, не можно будет видеть сетку. Ее можно настраивать, то есть, там, графические параметры. Если я не ошибаюсь, синейки тоже сможет со синейки MATLAB. А как вот график смешивается с интерфейсом? Как он посылается? Форму? График смешивается? Во-первых, он... Есть возможность, например, в Qt-шную формулу отобразить, то есть, создать дополнительное окно. Но прямо сейчас я не смогу ответить, как. Мы делали, но делали, поскольку уже практически год назад. Но если интересно, у нас где-то код лежит. Причем даже в этом видео мы всегда будем поделиться и рассказывать, где правильно, как все это работает. Так? Тогда на этом...